Добрый день дорогие телезрители, я рада приветствовать вас в программе Куншуах на телеканале Акжаик. Всем желаю прекрасного дня, осень радует нас яркими красками, воспользуйтесь моментом, погуляйте сегодня, завтра больше на улице, подышите воздухом, полюбуйтесь на красоту осени, насладитесь последними теплыми днями. Сразу после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу, оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аквалор, физраствор также. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 92 положительных пациента с COVID-19. Если смотреть в разрезе областей, то по ЗКО Западно-Казахстанской области 2 человека с подтвержденным ПЦР-тестом коронавирусной инфекцией. Спасибо. Асхат, Вы являетесь врачом по формированию здорового образа жизни. Какие у Вас проводятся мероприятия в целом в Вашей поликлинике и по городу по профилактике коронавирусной инфекции? Спасибо. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В связи с сложившейся ситуацией, вызванной новой коронавирусной инфекцией в КНР, на территории Республики Астан, но и на территории области проводятся масштабные мероприятия по профилактике коронавируса и по профилактике дальнейшего распространения в Республике. Итак, то есть в нашей поликлинике, то есть в пятой поликлинике у нас в первую очередь транслируются видеоролики по профилактике коронавируса, то есть в день 9 тысяч оборотов, кроме этого, раздаются посетителям поликлиники информационно-образовательные материалы, 8 тысяч экземпляров в день, скажем, в среднем. Ну а также специалистами отделения профилактики пятой поликлиники, то есть проводится агитационная работа по профилактике коронавируса, то есть это работа с населением. Так как у нас население, к сожалению, мало проинформировано о новой коронавирусной инфекции, поэтому мы как бы обязаны агитировать свою работу и внести свой клад, чтобы они побольше знали о новой коронавирусной инфекции через социальные сети и с помощью средств массовой информации. И хотел добавить, что насчет средств массовой информации мы буквально один раз в неделю выступаем на радио ТАЛАП, то есть по профилактике коронавируса, чтобы просветить свой материал. Но дальше, хоть и сейчас нельзя организовать скопление людей, массовое скопление, но мы все же агитируем свою работу среди населения в малых кругах, то есть в учебных центрах, в автошколах и в таких местах, можно сказать, в связи с сложившейся ситуацией, конечно же. Чтобы не создавать массовое скопление людей, ранее, до того, как в республике не ввели чрезвычайное положение, до марта месяца, мы каждый месяц, можно сказать, часто проводили агитационную работу по профилактике именно коронавируса в торговых домах и торговых центрах, потому что так как там очень большое население. Но есть эффективность от этих мероприятий? Да, конечно. Благодаря этой работе, сейчас по сравнению с тем периодом, когда был жесткий карантин, благодаря этому жесткому карантину люди уже начали более ответственно относиться к своему здоровью. И как бы у населения формировалась солидарная ответственность к своему здоровью. Уже начали маски носить, то есть меры предосторожности. Когда заходят, скажем, торговые дома в любое учреждение, обязательно обрабатывают руки антисептиками и другими средствами, дезинфицирующими средствами, можно сказать. То есть, можно сказать, что вот такая работа, профилактическая работа, санитарно-просветительная работа существенно изменила жизнь людей, населения, можно сказать. К лучшую сторону, конечно же. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Розия, ну вот что нужно делать человеку, если вот один из этих симптомов, которые вы ранее перечислили, он обнаружил у себя? То есть, какие меры нужно предпринять? Если вы обнаружили у себя повышение температуры, слабость или же кашель, насморк, нужно сразу же обратиться в фильтр. Для этого у нас в медицинских учреждениях работают фильтры, которые специально принимают коронавирусных больных, больных с признаками ОРВИ, с признаками гриппа. Нужно необходимо сразу обратиться в фильтр и получить лечение, необходимое лечение. Также есть у нас определенные показания для госпитализации. Если пациент тяжелый, если идет резистентность к жаропонижающим препаратам, если температура не снижается, например, на жаропонижающие препараты, там 39-40, если держится, то необходимо тогда уже госпитализировать пациента. После того, как пациент получит лечение в медучреждении, надо будет обязательно сохранить дома карантин 14 дней, изолироваться от домашних и соблюдать меры профилактики, чтобы не заразить других. То есть он должен находиться дома 14 дней на карантине. Спасибо. Многие говорят, что коронавирус – это как грипп, и я уже переболела. Считают, что все уже переболели. Это как бы похоже на грипп. Одна из разновидностей. Все-таки скажите, пожалуйста, Жанна, чем они отличаются друг от друга? Еще раз напомните нашим телезрителям. Как я уже говорила ранее, что симптомы коронавирусные, то есть человек становится заразным до появления первых симптомов. Вообще коронавирус является одной из разновидностей гриппа. Но летальность высока, как мы уже знаем. У каждого, наверное, из нас есть знакомый или родственник, который уже переболел коронавирусной инфекцией, как сказал наш врач. Вы можете при появлении первых симптомов обратиться на фильтр, получить консультацию специалиста. Вам назначат лечение. После этого, если врач посчитает нужным, вы сдаете ПЦР-тест. Если он у вас подтвердился на коронавирусную инфекцию положительно, то обязательно сохранение карантина 14 дней, без выхода на улицу, изолироваться от родных в отдельной комнате. У вас должна быть индивидуальная посуда, ежедневная влажная уборка. То есть обязательно должен быть человек по уходу, который заходит в комнату в маске, в перчатках, обрабатывает все это дезинфицирующими средствами. Отдельно вещи больного человека коронавирусной инфекцией, они могут стираться в общей стирке домашней. Но обычным порошком. И обязательно сохранение карантина, как я уже говорила, 14 дней за несоблюдение, мы несем административную ответственность. Так как человек является заразным для окружающих, не только для своих домашних. Также еще хотелось бы добавить, что у детей коронавирусная инфекция имеет некие особенности. Например, у детей могут появиться как-то отмороженные пальцы, так называемые ковидные пальцы. Они вот тоже могут послужить симптомом коронавируса. Также коронавирусная инфекция, помимо дыхательной системы, он поражает и пищеварительную систему. Также может проявляться в виде диареи, боли в животе, нарушением стула. А как ведет себя вирус в организме с хроническими заболеваниями? Что вы можете дополнить тоже? У хронических больных заболевание протекает гораздо тяжелее, так как у них иммунитет ослаблен, организм оказывает меньшее сопротивление, нежели у здоровых людей. Поэтому за хроническими больными у нас особое отношение. Мы вообще все коронавирусные больные, они находятся 14 дней на обзвоне, ежедневно мы ведем чек-лист по состоянию, ежедневно отмечаем. За хроническими больными ведется особый контроль. Если при малейших симптомах, если не действует лечение, то есть наступает выздоровление, то обязательно госпитализация под наблюдением врача, чтобы хронический больной находился. Многие спрашивают, и у вас, наверное, может ли человек вторично заболеть, если он уже переболел один раз? Вообще, во время и после перенесения коронавирусной инфекции у человека формируется иммунитет. Но со временем иммунитет ослабевает, поэтому повторное заражение возможно. Спасибо. Здесь у нас поступают вопросы от наших телезрителей. Вот такой вопрос. Как долго вирус живет на поверхностях, особенно на улице и в квартирах зараженных? Интересуется наш зритель. Что вы можете ответить? Я могу ответить, что вирус персистирует только в организме человека. То есть вирус заражается воздушно-капельным путем. Поступая в дыхательные пути человека, он начинает повреждать альвеолоциты, то есть дыхательные пути человека. А в особых помещениях, например, в комнатах, он долго не живет, получается. Спасибо. Следующий вопрос. Сейчас многие продают многоразовые, декоративные, либо сшитые своими руками маски, которые можно мыть и сушить. Они защищают от коронавируса? Или все-таки лучше использовать специальные медицинские маски? Вообще ни одна маска не защитит нас от такого заболевания, как коронавирусная инфекция. Она защищает наших коллег от наших, как бы, частиц, да, инфицированных частиц. Если вдруг вы болеете гриппом или коронавирусной инфекцией, при том, что маску нужно менять каждые 2 часа, при условии, если у вас многоразовая маска, ее ежедневно нужно стирать и гладить. Но как такового, считать, что если вы носите маску, и вы защищены 100% этого, нет, это невозможно. Единственное, есть специально предназначенные маски 95% защиты, которые обладают фильтрирующей поверхностью. На них находятся фильтры, которые вдыхаемый и выдыхаемый воздух фильтрируют. Вот они защищают. А вот наши стандартные медицинские маски, как на нас, они только на 2 часа. Но 100% защиты они не отдают. Спасибо. Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут на музыкальную композицию. А я хочу напомнить, дорогие телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания нашим врачам, то, пожалуйста, можете звонить к нам по номеру 28 58 69 или писать на номер WhatsApp по 837 264 15. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, очень приятно видеть врачей. Я хотел просто выразить свою благодарность за их работу, за их работу, за понимание. Я им желаю вторую волну, которая, возможно, предстоит у нас столько перенести на ногах, быть терпимыми. Да, разные люди бывают. Вы уже знаете психологии. Вы уже знаете психологию людей. Хотелось бы всего хорошего пожелать вашим семьям, деткам, чтобы не болели ваши. Я надеюсь, у вас будет все хорошо. Дай Бог вам здоровья, удачи во всем. И, конечно же, хотелось бы, чтобы каждый из вас получил большой опыт и мог его постепенно передавать молодому поколению. Благодарим вас, Мухаммед, за ваш звонок, за ваши пожелания. Мы тоже желаем вам только крепкого здоровья. Берегите себя. Вот такие благодарные телезрители у нас, которые знают, насколько тяжела работа врача. Это действительно ведь кропотливый труд. И надеемся, что все-таки нас минует вторая волна. Кстати, что говорят именно про это? Потому что многие действительно считают, что нам не миновать второй волны, что в октябре. Кто-то говорит в ноябре. А вот вы, как врачи, что вы можете сказать по этому? На сегодняшний день эпид-ситуация, эпид-бниологическая ситуация по области, так и в стране пока стабильна. Надеюсь, с наступлением холодов мы также будем продолжать бороться в таком же темпе. Но второй волны, если она будет, нам ее не избежать. Поэтому Управление здравоохранения активно готовится ко второй волне. Мы запасаемся средствами индивидуальной защиты, препаратами для лечения больных и ПЦР-тестами. Спасибо, есть еще у нас телефонный звонок на линии. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Спасибо, здравствуйте, Лаурочка. Это Заруша Ахмедна. Добрый день. Мы рады вас слышать. Вы, Старин, зритель, удовольствие. Я бы хотела передать большой привет и низкий поклон докторам, которые у вас есть в студии, и все те, кто работает у нас сейчас. Именно в медицине. Открывать не буду. Я недавно сама переболела эту болезнью. Но только благодаря, мы как раз говорим, Аллаху и медицине, я осталась в студии, шла настоящая борьба, невидимая борьба с этим вирусом. И вот все медики, которые работали и обслужили меня, они были в этих скафандрах, как космонавты. В этих условиях они обслужили нас 24 часа в сутки. Работа поставлена была прям поэтапно, поминутно, посекундно. Все знали, что делать, когда. Я поэтому большой низкий поклон всем приношу. И вам, дорогие доктора. И я вот у меня внутри, вот такой был прям вот зоб. Руки прочь от медицины. Не трогайте медиков. Они спасают нашу жизнь. Они сохраняют нам здоровье. Нас сворачивают с полпути. В моем возрасте перенести эту болезнь, это очень сложно. Благодаря всем, наверное, иммунитету в какой-то степени и докторам. Лечение было прям вот отработанное прям. Поэтому хотела бы обратиться через студию. Берегите себя, уважаемые горожане. Только именно в профилактике, только выполняя все вот эти условия, мы можем спасти себя от заболевания. Лаурочка, большое спасибо за такую передачу. Почему? Потому что вот мы сидим, даже люди переболевшие, сами с собой замкнут еще пространство. Но мы сейчас общаемся через вас. И вот эти слова сопереживания, благодарности, что мы не одни, что есть большая армия медицины, которая сейчас нас спасает, облегает. Только, пожалуйста, слушайте медработников. Их советы не пустые. Здоровья вам, благополучия. И вас, берегите себя, и вы на своей работе с такой опасной. Лаурочка, спасибо за передачу. И вас благодарю за такие теплые слова. Заврия Шахметовна, желаем вам также крепкого здоровья. Вы тоже берегите себя и больше не болейте. Пусть эта болезнь вас минует. Только что, как вы уже поняли, звонят благодарные телезрители. Действительно, наверное, никто так не понимает близко и хорошо, как люди, переболевшие эту болезнь. То есть она недавно сама столкнулась с этим, пролежала в больнице. Но, слава богу, все хорошо. Сейчас она дома. И правильно то, что она сейчас говорит, что мы должны постоянно говорить об этом у себя на передачах. И так своим знакомым, родным, близким, чтобы они берегли себя, оставались, не собирались толпой где-то, не ходили на свадьбы. И как бы мы ни говорили, но все равно люди не всегда бывают, как сказать, ответственны за свое здоровье. Поэтому спасибо вам, что вы сегодня еще раз нам напоминаете, говорите об этом. Я думаю, что все-таки наши телезрители возьмут себе на заметку и будут еще бдительнее относиться к своему здоровью. Есть еще у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте, Лаурочка. Добрый день, рада вас слышать. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Айгуль. Очень приятно, Айгуль. Спасибо большое. Очень приятно видеть врачей, которых, конечно, никогда не встаем благодарить за их великий труд, на самом деле. И пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить врачей инфекционной больницы. Когда я летом проезжала там, огромное им спасибо, что вылечили меня, поставили на ноги. А у меня еще вот такой вопрос к присутствующим врачам. Вот какая помощь реабилитационная оказывается переболевшим? Если она вообще на данный момент, этот вопрос меня интересует. Потому что, когда я обращалась в поликлинику, свою третью, как бы никакой помощи не было оказывано, честно говоря. Поэтому у меня вот такой вопрос к ним. Благодарим, Айгуль, за ваш вопрос. Сейчас наши гости ответят. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Да, конечно, людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, есть кабинеты реабилитации. Можете подойти. Обязательно есть врачи-реабилитологи очень хорошие, которые помогут вам поскорее восстановиться после этой инфекции. ЛФК, массаж, физиотерапия. Вот такие у нас процедуры проводятся. В каждой поликлинике должен быть врач-реабилитолог. У нас в пятой поликлинике он имеется. То есть любым может к вам подойти переболевший, обратиться к врачу реабилитации, и он выпишет ему лечение. Лечение, да. А какая психологическая еще поддержка оказывается больным, переболевшим коронавирусом? Оказывается ли, есть ли психологи у вас? Психологи, безусловно, есть, да. Психологическая поддержка оказывается. Также у нас есть соцработники, психологи, которые занимаются именно по таким вопросам. Спасибо. Есть еще у нас телефонный звонок на линии. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Лавора. Добрый день, рада вас слышать. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Тимур. Очень приятно, Тимур. Я ваша постоянный зритель. Очень приятно, что такие вот гости у нас, так сказать, герои нашего времени, реально. То, что они сейчас делают, это прям самое ценное в наше время для народа. У меня вот такой вопрос. Вот я чисто на себе с момента ношения масок, вот с апреля где-то начинаю, вот стал замечать то, что есть и плюсы, есть и минусы, то есть негативные последствия. А именно вот иммунная система, ну, так сказать, привыкает к защите и, так сказать, не пытается самостоятельно бороться. Правда ли это? Или все-таки это уже внутреннее внушение? Как-то такой вот мой вопрос. Вопрос понятен, Тимур, спасибо вам. Нет, безусловно, я не считаю, что маска именно нарушает иммунитет нас. Маска защищает нас от вируса. От вируса. Ну, не стопроцентно, как мой коллега отметила, то, что вот обычные маски, они не защищают нас полностью от коронавируса. Есть специальные маски, которые, ну, имеют специальные вот барьеры, которые защищают нас от вируса, вот. Главная тут задача правильно носить маски, то есть одну и ту же маску, одноразовую, не использовать по несколько раз, если это одноразовая маска. А у нас как обычно бывает? У нас как обычно бывает, да, одну маску используют постоянно, и пока вот, извините меня, полностью непригодной не станет, да, вот. Поэтому, пожалуйста, если у вас одноразовые маски, то пользуйтесь один раз и меняйте каждые два часа. Если у вас многоразовая маска, то надо обязательно ее постирать и погладить. С обеих сторон? С обеих сторон, да. Спасибо, вы хотели дополнить. Да, я еще хотел ответить на вопрос телезрителя, да. То есть, переоболевшим какие помощи оказываются со стороны психологов? Реабилитация, психологическая поддержка. В пятой поликлинике у нас, даже в каждой поликлинике есть отделение профилактики. Там работают специалисты-психологи и социальные работники, которые непосредственно работают, то есть, с людьми, которые психологически неустойчивы и так далее, которые нуждаются в психологической помощи и поддержке. А вот именно, то есть, вот с людьми, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, у нас психологи работают и также индивидуально, также, то есть, групповое занятие у нас проводится, то есть, в кабинете, в поликлинике. Индивидуальное занятие у нас происходит, то есть, с представлениями специальных психологических тестов, вот представляются наглядные материалы, лекции и так далее. А групповое занятие – это уже с участием других узких специалистов. Например, возьмем ВОП-врачей, реабилитологи или же социальные работники. А кроме психологов, насчет социальных работников хотелось бы добавить, что те люди, которые переболели или уже болеют, социальные работники непосредственно работают с населением на участке, то есть, ходят к ним домой, оказывают психологическую поддержку и, конечно же, предоставляют необходимую помощь – это лекарственные препараты и необходимые медикаменты, можно сказать. И, кроме этого, вообще, как отметили мои коллеги, реабилитация, лечение – это, конечно же, хорошо, но прежде всего, в первую очередь, нужно акцентироваться на профилактику не только коронавируса. И также на профилактику ряд других заболеваний, потому что сейчас уже скоро зима, осень, ну, такой период, где уже вместе параллельно с коронавирусной инфекцией развиваются и обостряются другие заболевания, как хронические обструктивные болезни легких и острые респираторные вирусные инфекции. Поэтому вот сама профилактика заключается в трёх аспектах, могу сказать. Это первое – это у нас здоровое и рациональное питание, второе – максимальная физическая активность и третье – у нас здоровый полноценный сон. Насчёт здоровое и рациональное питание – это включает в себя как можно побольше добавить в рацион, то есть суточный рацион побольше овощей, фруктов, зелени и, конечно же, зерновые продукты, это бобовые, то есть овсянка, перловка, манная каша и так далее. И специальным контингентом населения, именно молодёжи, я хотел бы порекомендовать, чтобы они в малейшее количество, то есть минимизировать употребление фастфудов и быстро изготавливаемых продуктов, то есть полуфабрикаты, которые приобретают на улице и так далее. Потому что сейчас, как мы уже вначале отметили, был такой вопрос, то есть носители и палочки коронавируса, то есть они везде, они могут быть и на улице, в поверхностных и других местах. И когда, получается, насчёт этого, да, когда человек, например, употребляет эти фастфуды, ну, конечно же, есть вероятность, что вместе с тем в организм может попасться этот возбудитель, то есть палочки коронавируса, именно при употреблении таких быстро изготавливаемых продуктов. Потому что, когда, то есть готовят фастфуды, могу сказать, что не очень-то соблюдаются санитарные требования и нормы. И второе у нас, то есть сон полноценный, здоровый сон. То есть взрослый человек в среднем нужно, ну, необходимо, да, отсыпаться, спать 7-8 часов в среднем. И ни больше, ни меньше. И физическая активность, конечно же. Просто сейчас люди ленятся, они думают, что нужно бегать, на турнике висеть и отжимания делать. Нет, это вовсе необходимо. Достаточно просто вечерком. Да, сейчас просто, еще тем более сейчас такая хорошая погода осенняя, просто 5-минутная, 10-минутная прогулка хватает достаточно. Она тоже употребляет иммунитет. Конечно, да. Потому что при, когда во время прогулки на свежем воздухе у нас уже открываются капилляры, дышать становится легче именно тем, которые болеют с хроническими заболеваниями. Это, то есть, диабетики, гипертоники и бронхиальная астма, астматики. То есть, пожилые люди старше 60 и 50 лет. Ну, всем контингентом касается, можно сказать. Спасибо. Я хочу сейчас зачитать такой вопрос от Марата, нашего телезрителя. Каков перечень бесплатных лекарственных средств, если человек не будет госпитализирован? Летом выдавали зитмак и мегасев в некоторых поликлиниках. На данный момент есть ли такой перечень? Что вы можете ответить на это? На данный момент больным коронавирусной инфекцией мы выдаем, да, перечень лекарственных препаратов, которые по гарантированным объемам бесплатной медицинской помощи положены пациенту. Это антикоагулянтная терапия, противовирусная терапия. Среди антикоагулянтных терапий это продакса, аспирин. Это все мы выдаем по бесплатной помощи, по бесплатке. Спасибо. Еще такой вопрос от нашего телезрителя. Расскажите, пожалуйста, касательно массовой обязательной вакцинации населения от ковида. На какой стадии и разработали ли российские и зарубежные ученые за эти полгода защитные средства? На сегодняшний день, как мы знаем, профилактика делится на специфическую и не специфическую. К специфической профилактике относятся вакцинации. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции специфической профилактики не разработаны. Но у нас по области с 15 сентября по 5 октября проходила специфическая вакцинация по гриппу ОРВИ. Проходила она российская вакцина Грипп ОПлюс. От населения прикрепленного мы прививали 10% населения. На сегодняшний день по 5 поликлинике могу сказать, что привито 100%. Бесплатную вакцинацию от гриппа могут получить лица, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, то есть сердечно-сосудистой системой, органов дыхания. Также беременные во втором, третьем триместре. Часто болеющие дети, начиная с 6 месяцев. Дети закрытых учреждений, это дома ребенка, детские сады, школы, интернаты. Также дома престарелых, дома инвалидов. Также по эпидемиологическим показаниям могут по бесплатной основе получать вакцинацию медицинские работники. Благодарю. Ну и заключительный вопрос, я сейчас тоже зачитаю его от нашей телезрительницы Марины. Будет ли оказана бесплатная медицинская помощь заболевшим коронавирусом, если нет страхового полиса? Или же человек будет оставлен без помощи? Конечно же, если имеется тяжелый случай коронавирусной инфекции, то естественно будет оказана ему помощь стационарная, либо амбулаторная, смотря какие будут у него показания. Если пациент тяжелый, если у него имеется уже одышка, кашель идет с мокротой, температура, если никак у него не снижается, если у него идет резистентность к жаропонижающим препаратам, то безусловно пациент получит свое лечение. Спасибо. Ну и не могу не оставить тоже без внимания еще один вопрос нашего телезрителя. Что нужно ожидать все-таки при новой волне коронавируса? Изменились ли тактики лечения? Налажен ли процесс сдачи анализов на ПЦР диагностику коронавируса? Тактика лечения на сегодняшний день пока остается так же. То есть протокол последний был рассмотрен 15 июля этого года, последняя разработка. Но пока тактика лечения та же. Пока ничего такого не изменилось. Новых методов как таковых нет. Как таковых других методов пока нет. Какая клиническая картина этого заболевания? Есть ли какие-то изменения, осложнения интересуются наш телезритель? До этого вы ранее говорили по статистике. Может быть еще раз напомните, есть ли зрители, которые только подключились к нам. И вот такой вопрос сейчас поступили. За прошедшие сутки я могу сказать, что в Казахстане зарегистрировано 92 случая положительных, подтвержденных ПЦР-тестом коронавирусной инфекции по западно-казахстанской области. Это два случая. Из них выздоровело по Казахстану 139 человек. Спасибо. Я хочу поблагодарить вас сегодня за участие в нашей программе. Огромная благодарность вам за вашу работу и, конечно, за ваши советы. Это ценный вклад в общий дело просвещения по такому важнейшему вопросу. У нас остается буквально одна минута до окончания эфира. Какие будут ваши пожелания Асхата всем телезрителям? Уважаемые жители города, области, мы тоже, я и мои коллеги тоже очень рады, что у нас такие отзывчивые люди, которые ценят наш труд. Вам тоже большое спасибо. И не болейте, берегите себя и близких. Мы в поликлинике и за пределами поликлиники не устаем говорить о профилактике, чтобы люди отнеслись с пониманием и с ответственностью к своему здоровью. То есть в любом месте, в общественных местах, автотранспортах и так далее. Ну а также, думаю, сегодняшняя беседа послужит вам на пользу и будете гораздо больше относиться к своему здоровью. И будете применять наш совет в своей жизни, я так думаю. Спасибо. Я еще раз благодарю вас и тоже хочется пожелать вам только крепкого здоровья, побольше благодарных пациентов. Также берегите себя. До свидания и до скорых встреч. Что же, дорогие телезрители, а на этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и берегите себя. Всем прекрасного дня и до встречи на телеканале Акжаик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова